Я думаю, что после таких вещей, я имею в виду всю эту историю с подписанием контракта, не подписанием, осадок всегда остается и при первом удобном же случае, я думаю, Игнатьев скажет Краснодару до свидания, если будут какие-то варианты, я не знаю, в России или за границей, потому что спортсмены, они сейчас достигли такого статуса, что их надо целовать во все места, не знаю, их ублажать, радовать. И вот когда какой-то клуб начинает вести чересчур жестко, хотя это и приветствую, потому что мне кажется, что спортсмены, особенно российские, они потеряли берега и вообще от обычной жизни они куда-то улетели далеко. Но сейчас это не работает и жесткими методами ты ничего не сделаешь, поэтому я думаю, что на данном этапе для Краснодара это помощь, с учетом того, что у них впереди некому играть, но в каком-то более долгосрочном варианте Игнатьев обязательно куда-нибудь уйдет. На мой взгляд нет, учитывая то, что я сегодня общался с Игнатьевым и он не захотел прямо говорить о том, что он подписал контракт новый, я думаю, что если бы он подписал, то что ему скрывать. Судя по всему, клуб ведет какую-то свою игру, о которой мы скоро узнаем. Скандал окончен, но история не закрыта, как мне кажется, по одной простой причине, что меня здесь смущает, это реакция самого Игнатьева. Если бы все было так гладко, как об этом сказано в официальном сообщении сайта Краснодара, то Игнатьев в разговоре с нашим корреспондентом и с коллегами сказал бы простые вещи, типа да, история закончена. Но он этого не сказал, он отказался от комментариев на целую серию вопросов, ответил не комментирую, не комментирую, не комментирую, то есть подвесив некоторую паузу. Вот именно поэтому, мне кажется, история не закончена, хотя вот это миролюбивое сообщение на сайте Краснодара и возвращение Игнатьева к тренировкам с основным составом, оно именно закрыло скандальность этой истории. Мне кажется, скандал вокруг Игнатьева как минимум притушен, не знаю, окончен ли он до конца или нет, но то, что стороны смогли пойти друг другу навстречу, Игнатьев получил более высокую, значительно более высокую зарплату. Напомним, что было у него по старому договору 300-350 где-то в месяц тысяч рублей, сейчас будет минимум 700, а скорее всего до полутора миллионов эта сумма возрастет. Это его, как бы, козыри, да, его плюсы. Клуб же подстраховался и в каком плане? Новый контракт, соответственно, новый защищенный период для игроков до 28 лет, он составляет три года. И разрыв трудовых отношений по инициативе футболиста в течение этого защищенного периода, соответственно, может привести к санкциям как для самого игрока, так и к достаточно серьезной сумме компенсации для клуба. Вот здесь Краснодар подстраховался и начал, как бы, отсчет по-новому. Ну, а в целом молодцы, что договорились. Надеюсь, Игнатьев вернется теперь в основной состав и будет прогрессировать. Хоть много чего о нем говорилось в последнее время, но вот этот вот шаг, мне кажется, доказывает, что футбол, как минимум, не на последнем месте. Дай бог, парень очень талантливый. Знаете, я не верю в подписание нового контракта. Один из факторов, который утверждает меня в этом мнении, это реакция Ивана Игнатьева, потому что, будь все так, как написано на сайте Краснодара, мне кажется, что футболист при всей его вот такой норовистости и неуправляемости, совершенно дикий игрок дает иногда интервью, и совершенно явно, что клуб его не контролирует, игрок как-то посолиднее бы высказался в адрес клуба. Второй момент, мне кажется, что Краснодар, решая стратегическую задачу управлять своими воспитанниками, теми людьми, в которые он вложил гигантские деньги, немножко забыл о задаче тактической. Краснодар проиграл весенний отрезок и в чемпионате, и в Еврокубках, и, кстати, в Кубке России. У Краснодара теперь большие проблемы с точки зрения выигрыша чемпионата. Мне казалось, что Краснодар в России играет в футбол лучше всех и мог претендовать на титул. Так вот, мне кажется, что Краснодар немножко недодумал в этой ситуации, начав воспитывать Игнатьева по ходу ключевого отрезка чемпионата. Делать это нужно было в тот момент, когда футбольные баталии отгремели. То есть летом там вы можете Игнатьева воспитывать, можете приглашать психолога, можете нанимать ему других агентов. Делать все, что угодно в тот момент, когда турнирная судьба не стоит так остро, как сейчас. Мне кажется, что сейчас игрок Игнатьев на поле Краснодару нужен сильнее, больше нужен. Он сейчас важнее, чем вот это воспитание и подписание нового контракта с футболистом. У Краснодара есть исторический шанс на титул, он еще не утерян. Мне кажется, что здесь надо смотреть во внутренних отношениях футбольного клуба Краснодара. Но очевидно, что футболист возвращается в основной состав и будет приносить пользу. Единственное, не было бы поздно.